У тебя не бывает, что хочется пироженки съесть? Я не ела пирожные, я не ела пиццу. Просто никогда. Никогда. Ноль. Ты такая пятерочница, смотрю, да? Все вокруг я воспринимала как потенциальный бизнес-проект. Чем отличается, допустим, твоя еда от того, что я поем борщ? Данные должны быть централизованы. И еще пощмак еще поем с чайком в конце. Искусственный интеллект увидит изменения. Полный заряд энергии, чтобы подкаст проводить. В потоке с Айратом Хайрулиным. Ты такая пятерочница, смотрю, да? Отличница? Вообще отличница. У меня же медаль. У меня все экстерном, с одним экзаменом. И так всегда. Если где-то что-то не дотягиваю, то не могу. Обязательно буду дотягивать. Анна Мещерякова. 38 лет. Запустила стартап в области здорового питания Superfoods. Сео третье мнение. Разработчика инновационных сервисов для системы здравоохранения с использованием алгоритмов искусственного интеллекта для выявления патологий. Более 20 лет в бизнесе. Замужем. Воспитывает дочь. А ты не анализировал, с чем это связано? Все должно быть правильно, по полочкам. Все как-то вот, по каким-то рельсам, не знаю. Как будто ты дочь военных. Ну, какая-то строгость, конечно, была. Но анализируешь, не знаю, когда тебе что-то не нравится. Начинаешь анализировать и думаешь, что можно поменять, когда у тебя есть предположение, что что-то можно лучше, или тебе что-то мешает, или у тебя что-то не получается из-за этого. А я вижу, наоборот, положительную обратную связь. Либо, наоборот, ты это можешь не осознавать. Для того, чтобы что-то анализировано, надо осознать, что есть в себе такая, например, черта. Ну, черта есть. Ну, ты с детства такая, да? Я вообще с детства, с детства, не знаю, очень собранная. Я думаю, это спорт. А ты каким спортом занимался? Самый первый, который меня вот так сильно задисциплинировал, это, конечно, спортивная гимнастика. То есть это серьезный олимпийский спорт. Там вообще не до шуток, не до какого-то творчества. Это жесткие тренировки каждый день, 6 часов. И это спорт высоких достижений. То есть я думаю, что все-таки вот этот характер, вот это вот стремление на максимум, оно из большого спорта. То есть это не спорт для души, там, для хорошего самочувствия или там, да, какой-то красоты. Это спорт высоких достижений, когда ты хочешь выиграть. Это значит, что рядом с тобой, прям рядом с тобой тренируются люди, которые тоже хотят выиграть. Поэтому если ты сегодня уйдешь пораньше или где-то там что-то сделаешь поменьше, то вероятность того, что ты в следующее соревнование проиграешь, она возрастает. И так каждый день. Я думаю, это влияет на формирование характера. А каких высот достигла в спорте? Я там мастер спорта и... Мастер спорта? Да, то есть там высокий уровень, просто нужно было уже, там же это молодой спорт, а сейчас он стал еще моложе. Это родители там, да, тебя привели? Нет, это меня отобрали в детском саду. Тогда была такая, кстати, хорошая практика. Приходили в детский сад, отбирали непосредственно тренеры тех, кто с их точки зрения талантлив. Тогда было все ведь не про деньги. А когда понять? Это какие-то должны быть физические данные? Физические данные, как они разглядели и вообще могут увидеть характер, вот это хороший вопрос. Потому что, соответственно, из моего детского садика, обычного совершенно, отобрали только меня. одну, и тренер лично за мной заходил в садик во время тихого часа, и лично меня везла, там, крылья советов, у нас тренировочная база была на «Динамо». Лично возвращала потом домой. То есть что-то они видят, как-то они это определяют. Но потом, конечно, через что проходишь с этими тренировками, то есть вопрос, что ты испытываешь, когда ты стоишь на этом пьедестале, пьедестале, там, с этой медалью. И если ты понимаешь, что это всё вот чего-то хочешь, то всё, как бы, ты ничего не хочешь менять. Если я сегодня на первом, значит, я буду делать всё то же самое. А ты бы своей детьей отдала бы сейчас гимнастику? С одной стороны, это как бы дисциплинирует? Или всё-таки там минусов больше? Минусов я не нашла. То есть я считаю, то, что я детям рассказываю, это то, что, если мы чем-то занимаемся, серьёзным, то есть мы можем заниматься разными вещами. Но для того, чтобы чего-то добиться, то есть каких-то вот значимых результатов, нужно всё-таки во что-то серьёзно погрузиться. Поэтому мне не так важно, то есть спортивная эта гимнастика, либо это, я не знаю, да даже фортепиано, даже фортепиано. То есть добиться реально значимого результата, чтобы выступать где-то в доме музыки с оркестром, и чтобы это было приятно слушать аудиторию, это, скажем так, одного урока в неделю недостаточно. То есть... А где вот эта грань, когда дети вспоминают в возрастном состоянии, что их тащили в музыкальную школу, они эту музыкальную школу ненавидели, потому что там, не знаю, было пять занятий в час, в неделю, и это было слишком много. И при этом, если этих занятий не было бы, они, может быть, высот каких-то вы не достигли? Во-первых, конечно, очень многое зависит от того, кто работает, то есть кто твой ментор, то есть кто в данном случае, да, ментор, то есть это может быть тренер, это может быть учитель, в возрастной жизни действительно ментор. Кто этот человек, кто твой наставник, то есть за кем ты вообще идёшь. То есть понятно, что здесь, если родители в чистом виде тебя тащат в школу, там, в спортивную, либо в какую-то другую, этого бесконечно мало, я думаю, так ничего нельзя добиться. То есть если вот этого человека нет, это может быть непосредственно учителя, это может быть просто кто-то, кумир какой-то, то есть куда там ребёнок стремится. И если, собственно, этого нет, тогда я думаю, что это будет неуспешная история. То есть не будет просто даже результата. То есть детям нужно стремиться к чему-то, вдохновляться чем-то, верить во что-то. Если это не получается, нужно либо менять направление движения совместно с ребёнком, то есть искать, пробовать что-то, либо если это направление видно, что нравится ребёнку и получается, тогда нужно попробовать найти этого человека, проводника. Ты на что здесь сегодня находишься? Ты сегодня предпринимательница. Вообще очень редко у нас женщины бывают, то есть мы вот прям иногда ищем, вот я ко всем нашим подписчикам обращаюсь, ищем предпринимательниц, особенно в IT-сфере, их не так много. И вот сегодня ты у нас, и мы сейчас об этом тоже поговорим, но я хотел бы начать с другого. Как ты сама считаешь? И может быть в твоём окружении, почему женщин предпринимательниц не так много? И вопрос к тебе, и что тебя побудило, собственно говоря, работать на самом себе? Для меня это было сразу очевидно, то есть это изначально был какой-то мой путь, который я понимала сразу, что я обязательно буду предпринимателем. Всё вокруг, всё вокруг с некоторых пор, наверное, с, может быть, первого курса университета, я воспринимала как потенциальный какой-то проект, потенциальный бизнес-проект. Я постоянно оценивала всё вокруг с точки зрения эффективности, как это работает, с точки зрения можно сделать лучше, с точки зрения, вот как формируется эта цена. Поскольку в институт я поступила в 15 лет, то есть у меня в 15 лет уже вот это всё, всё было постоянно со мной. Школу ты закончила досрочно, получается? Да, да, досрочно. Я после девятого класса приняла решение сама, ни с кем не посоветовалась, сдала экзамены, ушла из школы, потому что мне не хватало интенсивности вот этой вот школьной программы, то есть мне казалось, что всё слишком размеренно и всё слишком просто, и я могу больше в это время, но когда находишься в школе, у тебя нет возможности как-то сесть и в углу книжку почитать. Ну, по крайней мере, в нашей школе это было невозможно. То есть ты должен ходить на эти уроки, на эти занятия, всё это слушать и, не знаю, сдавать какие-то иногда конспекты и прочее, что в любом случае входит в обязательную часть программы. Я поняла, что это для меня слишком размеренно, ушла, нашла экстернат, записалась туда сама и, собственно, вот сдавала экзамены удалённо. И за шесть месяцев, за шесть, я завершила двухлетнюю программу, то есть, получается, на Новый год я сдала уже экзамены за одиннадцатый класс и полгода у меня было для того, чтобы готовиться к поступлению. Поскольку у меня была медаль, то есть я закончила с медалью школу, вот эту экстерном, то один экзамен математика только была, поэтому я прям сделала акцент, занималась математикой каждый день и поступила, собственно, таким образом в ВУЗ. Вот тоже такой вот этот темп, получается, он со мной вот и тогда был. Из-за спорта, да? Наверное, из-за спорта. Он остаётся, то есть он такой спортивный темп в жизни, и он комфортен, то есть и не пожалела, и пришла в ВУЗ, и там тоже искала этого же темпа. А училась ты где? Первый ВУЗ у меня был РГГУ экономическое направление, мировая экономика, потом подключила параллельно ещё один ВУЗ практического высокоретия. Это параллельно училась во втором ВУЗе? Да, параллельно во втором ВУЗе занималась китайским языком, то есть в первом ВУЗе у меня был, получается, английский и немецкий, и я поняла, что с Китаем скорее всего много будет связано в моей жизни и работе, и заинтересовалась я китайским языком, поняла, что есть место, где, собственно, этим нужно заниматься. И поступила параллельно институт, называется, практического востоковедения, там занималась только китайским языком и, собственно, изучала два диалекта сразу. Обычный мандарин, то есть на котором разговаривают в Пекине, и тайваньский. Вот, это мне невероятно понравилось, и таким образом я, наверное, попала в свою и, так сказать, сферу деятельности в IT. Я правильно понимаю, чтобы женщин, женщин, предпринимателей становилось больше, всех надо отдать с детского сада в художественную гимнастику? По крайней мере, это хорошо дисциплинирует, это, наверное, как-то воспитывает определенные черты характера, которые, конечно, в бизнесе важны, безусловно. В бизнесе нужно уметь принимать решения, нужно действовать там в условиях стресса, в условиях неопределенности, в условиях ограниченности по времени, четких целей, нужно уметь их поставить, распланировать, достигнуть. Если говорить про женщин в бизнесе, мне кажется, что их достаточно много в целом, особенно в малом бизнесе, но в IT может быть меньше. Здесь может быть связано изначально с тем, какие профессии мы выбираем, да, и может быть здесь именно смещение идет по профессиям, которые девушки молодые выбирают. А тебя как в IT занесло? Ты рассказывала в свое время, что ты продавала компьютер, да? Да, первая моя работа была с этим связана. После третьего курса была, опять же, такая, ну, была необходимость найти какую-то подработку и работу на лето. И мне предложили летом пойти в IT-компанию, которая занимается просто вот дистрибуцией, торговлей, реализацией не готовых компьютеров, а компонентов. Материнские платы, видеокарты, процессоры. Заниматься реализацией этого оборудования. Я ничего про это не знала. Вот вообще ничего. Но решила попробовать. И вот за лето получилось так продвинуться, что не захотелось уже уходить. И уже осталось. Это компания отца была, да? Да. Сейчас эта компания существует? Сейчас нет. После, так сказать, двух, наверное, таких серьезных изменений с точки зрения вот этого IT-дистрибьюторского бизнеса, который был связан с консолидацией, то есть компании становились крупнее. Кроме того, ритейлеры, то есть крупные розничные сети тоже становились крупнее и выстраивали свои прямые цепочки поставок. Папа тебе какую зарплату установил? Первая зарплата была, кстати, неплохая, 300 долларов. 300 долларов была зарплата, честно. Ну, для меня тогда это было прям много и достойно, и хотелось за эти деньги работать. У тебя, получается, папа предприниматель, то есть ты родилась и воспитывала семьи предпринимателей, и это все вокруг тебя, и вроде как будто логично. я думаю, что здесь, конечно, это тоже повлияло, конечно, это повлияло, потому что эти разговоры были, и в процессе моего взросления это было, то есть обсуждение, как можно извлечь там ту или иную коммерческую выгоду из какого-то процесса, то есть у меня мышление, инструменты, которые я могла там применить, они, конечно, были, и дома это обсуждалось, повлияло. Работала у папы, заработала денег, и какой твой первый бизнес? Здесь, наверное, одновременно это произошло, получается сразу два направления, это в районе 16-го года, 16-17-й годы, когда уже стало понятно, что нужно что-то создавать, и хочется создавать, и пришла к этому, это сразу было два направления, чуть пораньше это продуктовый бизнес, производство продуктов питания, альтернативных, то есть, которые не содержат для зожников, да, для зожников, которые не содержат продуктов там животного происхождения, глютена, сахара, это было скорее под каким брендом торгового? Superfoods, это не про то, что там только исключительно какие-то модные ингредиенты, типа ягод Годжи, это про то, что в каждом ингредиенте и в конечном продукте суперконцентрация каких-то полезных веществ. Сбалансировано, скорее всего. Сбалансировано, да, суперконцентрация, с этого началось и параллельно с этим… Ну, Superfoods до сих пор существует, да? До сих пор существует. Это твоя компания, получается. Я один из, получается, один из основателей там и я не занимаюсь операционно этим бизнесом никак, потому что полностью посвятила себя второму, второму направлению. Совместно с партнером, с кофаундером, который занимался всю жизнь компьютерным зрением и распознаванием лиц, соосновали в семнадцатом году компанию, которая ориентирована на медтехну, медицину, IT-компанию. Но сейчас сама по себе команда IT, она уже сильно выросла, сильно выросла. Компания называется? Третье мнение. И я уже, наверное, два года, два года настолько полностью ушла в это направление, может быть, три, как началась пандемия, потому что у нас резко возрос объем работы и фокусность уже нужна была стопроцентная. То есть я раньше больше могла уделять внимание продвижению растительного молока, суперфудса, и в том числе это интересно. Это интересно, это соответствует моим каким-то тоже жизненным ориентирам. Сейчас на это практически нет времени, поэтому там есть своя команда, которая за это отвечает, управляющая, команда, которая занимается продвижением. Давай про здоровое питание поговорим. Мне кажется, ты профи настоящая. Когда ты в Сколково достал из дамской сумочки заранее приготовленный свой обед, сказал, я вот эту фигню есть не буду, потому что там продается в этих стрит-ритейлах, и там у тебя лежала авокадо, какая-то гречка там пророченная. Давай про здоровое питание. Пару советов, что есть и что не есть. На эту тему очень много говорят, много пишут, вот из своего личного опыта. Во-первых, я хочу сказать, что я не заморачиваюсь. Таскать из дома еду с собой в сумке? Это очень удобно. Ты, наоборот, об этом не думаешь. То есть ты понимаешь, что у тебя всегда есть... Для меня это такая зона спокойствия. То есть я понимаю, что когда я испытываю чувство голода, мне не нужно никуда бежать, что-то покупать, что-то искать. Действительно, стоять в какой-то очереди, да, да-да-да. Думать, успею я, не успею. То есть всегда у меня всё с собой. Это первое. Второе. Кстати, сейчас вкусную пиццу поели мандарин, две было пиццы, с ребятами её съели. И сейчас у нас полный заряд энергии, чтобы подкаст проводить. У каждой проблемы есть несколько вариантов решения. Проблема в том, что мы набегу, что мы заняты, нам некогда поесть, некогда об этом подумать. То есть проблема здесь, она у нас вот одна. Решения разные. Решение номер один, которое мы сегодня здесь перед записью видели, это пицца. Это прекрасное решение, то есть оно действительно решает эту проблему. Другой вариант решения, это заранее... Но это не есть норм. Это просто... Но это решение проблемы. Просто я всём без обеда остался, и поэтому это как бы исключение с прав. Надо зайти в кафе, там, в столовую, нормально горячую еду поесть. Да, а заранее приготовить... Вот это не понимаю. Это очень удобно. То есть по сути, по сути приём пищи занимает, даже если никуда не спешить, 10 минут, никуда не надо идти. Был же вопрос, да, про предпринимательство и вообще, что это такое. Для меня это просто постоянная жизнь в движении. Вот у меня за последнюю неделю, вот сейчас мы находимся здесь, в Казани, у меня за эту неделю график командировок, он изменился три раза. Мы находимся в постоянном движении на пути к нашей этой предпринимательской цели. И вопросы питания, вопросы питания хочется решать так, чтобы это не мешало, а поддерживало там наши цели. Поэтому откуда возникает вообще здоровое вот это питание и полезное питание? Да, и что такое здоровое питание? Это то, что по сути даёт нам больше энергии, сил и хорошее самочувствие. Ну, чем отличается, допустим, твоя еда от того, что я поем борщ или поем котлетку с макаронами? Тоже энергия? Здесь вопрос, конечно... И еще пощмак еще поем с чайком в конце. У всех немножко свои обстоятельства. То есть, есть ли какие-то границы, в которых мы находимся? У меня особая ситуация. То есть, почему я к этому пришла? Я бывшая спортсменка. То есть, есть моменты по поводу большого спорта. Если мы много лет, лет 10, занимаемся большим спортом, например, олимпийским спортом, как занималась я, то наш обмен веществ, метаболизм, безусловно, меняется. Или, если мы занимаемся триатлоном, если мы бегаем каждый день, там, я не знаю, по 10 километров в хорошем темпе, то у нас меняется обмен веществ. То есть, если мы в какой-то момент перестаем это делать резко, меняем образ жизни. Например, начинаем вести офисный образ жизни. То есть, целый день сидеть, проводить встречи, писать письма, отвечать на звонки, то наш организм этого не понимает. То есть, он на это реагирует по-разному. То есть, для организма это стресс. Потому что, что мы не тратим столько физической энергии, сколько мы тратили до того. Я тренировалась по 6 часов каждый день. Это были перегрузки. Ну, то есть, физические перегрузки. И это происходило в период моего взросления, в том числе, гормональных изменений. То есть, в этот период я продолжала тренироваться. И поэтому, в этот период, когда я резко бросила тренироваться, мне стало понятно, что я не могу просто вообще не обращать на этот вопрос внимания. Потому что лишняя энергия. Что ты кушаешь, что ты не кушаешь? Я вообще не употребляю сахар. Я не употребляю молочные продукты, потому что у меня уже подтверждённая непереносимость лактозы. То есть, у меня плохое самочувствие, если молочные продукты. А все-таки самомолочные продукты? То же самое. Вот, например, у меня и кефир, и творог, и йогурты молочные. Бывают безлактозные, сейчас уже, да, безлактозные молочные продукты. Это возможно. Но... Анализы надо сдавать, чтобы это узнать, да? можно, да. Сейчас практически везде повсеместно. Простой анализ. И говоришь, ребята, сделайте мне анализ, можно ли мне пить молоко? Ну, ну да, пить молоко. На переносимость, да, на переносимость лактозы. Врачи из ФЦРБ сделают такой анализ? Или это какого-то в платной клинике надо делать? Я думаю, что это в базовую, в базовую перечень, в базовую перечень не войдёт. Пока. Молочку не ешь, сахар ещё. Мясо ешь? Мясо ем, но крайне редко. Очень, очень, очень редко. Рыбу ем. То есть, пока ты веганом не стала ещё, да? Пока и веганом не стала. В скором будущем, может быть. Это вопрос к растительным белкам, к их качеству, к их доступности, к тому, насколько усваивается этот растительный белок для мышц. То есть, вопросы к растительным белкам, это сложно, их тяжело найти, то есть, их тяжело приготовить. Это фасоль, например, да? Фасоль, да, это все варианты бобовых, это есть ряд растений с высоким содержанием белка. Ты их обязательно употребляешь, да? Я стараюсь употреблять, конечно, но здесь вопрос… То есть, это что, фасоль, ещё что? Что в твоём рационаре постоянно присутствует? Это может быть нут, то есть, это варианты, это варианты какие-то, да, фасолевых, это могут быть орехи, там тоже достаточно высокое содержание белка, но не только, ещё и жира. То есть, вопрос в веганской диете всё-таки сбалансирует, то есть, это не только отказ от продуктов животного происхождения, здесь нужно сбалансировать свою диету таким образом, чтобы не было перекоса в сторону высокого содержания жира и высокого содержания сахаров. К сожалению, есть те, кто выбирает веганство в качестве направления своего питания, ограничивает продукты животного происхождения и не ест мясо, ну, просто вычёркивает мясо, но не думает о том, как компенсирует, чем. И получается, что насыщенный, получается, рацион с жирами и получаются другие негативные эффекты, в том числе по сердечно-сосудистым вопросам и достаточно сложно на такой диете, действительно сложно, например, контролировать свой вес. Чрезвычайно интересная тема, тем более, Суперфудс, такая вот у тебя компания, которая, как бы, делает продукты из растительных жиров, как ты говоришь, йогурт из кокосового молока, йогурт из кокосового молока, творог, сметаны даже на основе кокосового молока. Звучит очень аппетитно. Это вкусно. Это действительно вкусно и к этому привыкаешь. А ещё такая тема с активным долголетием, что есть продукты, которые как бы продлевают жизнь. Здесь много-много групп научных над этим работает и не работает и в России. Пока это всё не то, чтобы прям достоверно известно. Насколько ты в эту тему погружена? Я не сильно... Знаешь таких ребят? Маскалёв, например, учёный. Знаю, да. Алексей Маскалёв. Алексей, тебе привет. Мы ждём тебя в Казани. Мы с ним давно дружим. Да, это один из активных таких активных людей, экспертов, которые продвигают это направление активного долголетия. Здесь всё-таки нужно смотреть на более длительных временных промежутках. Есть гипотезы, есть расчётные расчётные значения, насколько может увеличиться продолжительность жизни при этих или иных факторах. В твоём рационе есть какие-то продукты, которые ты считаешь, может быть, на тех исследованиях или псевдоисследованиях, что употребляя вот эту группу продуктов, это положительно влияет на продолжительность жизни? Я в это верю, с одной стороны. Но с другой стороны, я знаю также, что объективные факторы, объективные, которые влияют на продолжительность нашей жизни, они никуда не делись. И поэтому я считаю, что нужно здесь, так сказать, не перебарщивать и употреблять все эти полезные продукты. Это овощи, которые содержат много клетчатки, это ряд полезных продуктов. Овощи, фрукты, орехи и виды рыбы определённо очень полезные. Но нужно не забывать о том, что, конечно, только лишь полезное питание, даже с фокусом на какие-то суперфуды, может нам существенно продлить жизнь. То есть количество факторов, которые на это влияют, огромное. То есть по сути есть такие боли. Образ жизни, в конце концов. Образ жизни, да, образ жизни. Обстановка, стресса. И про генетику тоже не забываем. То есть это тоже та база, которая нам даётся, и мы от неё стартуем. Стрессы, да, то, где мы живём, экология, наш образ жизни, как мы работаем, собственно, как мы восстанавливаемся. Вот мне кажется, что вклад того, что мы едим, ну, в хорошем смысле этого слова, тогда, когда организм требует этого, и мы слышим вот это насыщение, то, что всё достаточно хватит. Вот этот вклад я лично оцениваю выше, чем конкретно вот что мы съели. То есть если это вот в нужный момент времени, когда есть вот это окно голода у организма и, прежде всего, у мозга, да, например, когда мы работаем активно, когда мы это окно закрываем вовремя, и когда мы его закрываем без существенного, там, так сказать, переедания или, там, превышения по калориям, мне кажется, это больше вклад, чем конкретно, что мы съели, много или мало брокколи. А если, допустим, хочется пирожное поесть, колы попить, чипсами заесть, что делаешь в этот момент? Не пробовала. То есть таких же желаний не было, да? Не пробовала ни разу. Нет, не то, что не пробовала, тебе не бывает, что хочется пироженки съесть. А здесь я говорю, это не... Не пробовала, что-то значит. Это так и есть. То есть тебе не хочется. А как можно хотеть то, что ты не пробовала? А, ты смотри, ты никогда не ела пирожные? Я не ела пирожные, я не ела пиццу, ни разу. У меня есть, да, у меня есть один друг. Никогда не ела? Никогда. Вот просто никогда? Никогда. Ноль. Я никогда не пробовала, я никогда не пробовала пива. Вот, например, у меня есть вещи, которые, их не так много. вот тут что-то, что-то интересное начинается. Так. Я никогда не пробовала пиццу. Пиццу не пробовала? Да. Я никогда не пила пива, ни разу не пробовала. Не знаю вкуса. Угу. Торты, ну, где-то когда-то, может быть, на день рождения, но чтобы какое-то пирожное из такого. Опять же, это всё в каком-то супердалёком детстве, наверное, в 6 лет. Но у меня пропал этот вкус. То есть я его не помню. Мороженое ешь? Мороженое не ем. И не ела. Скажи ещё, вкус мороженого тоже не знаешь? Не помню. Почему? Не помнишь? Не помню. Не помню. Вот это мороженое, которое на, как сказать, на коровьем молоке, нет, потому что там одновременно и коровье молоко, и сахар, и жир. Хорошо, мороженое на кокосовом молоке. Мороженое на кокосовом молоке или сорбеты. Существует вообще? Существует. Существует, это не так сложно сделать. Есть замороженные йогурты. Это, кстати, один из трендов. Я думаю, что здесь в Казани тоже продаётся. Замороженные йогурты, в том числе кокосовые. Нельзя, мне кажется, хотеть то, чего ты никогда не пробовал. У тебя, может быть, к этому любопытство? Чипсы? Чипсы, нет. Кола? Нет. Шоколад? Шоколад, ну, горький. Да, пробовала. Кофе? Кофе много пью. Много пьешь, да? Вино? Вино мало практически. Вот вино как вино, только один вид вина. Игристое вино. А какие-то БАДы принимаешь? Какие-то очень выборочно и всё-таки по назначениям. То есть я сдаю, смотрю, где что, может быть, у меня в дефиците и по назначениям добавляю. А что ты смотришь, какая у тебя есть панель? Какие основные параметры надо уделять вниманию? Ну, здесь, наверное, у каждого есть какой-то свой профиль. Ну, мне почему-то постоянно, так сказать, требуется... Ну, что, может быть, нашим подписчикам может быть интересно? На что бы им дать анализы, посмотреть? Витаминов? Да, витамин Д, например. Витамин Д. Обязательно поднимать уровень его, да? Да, особенно женщинам. Это скорее то, где я прислушивалась, опять же, к своим, так сказать... Мы не врачи, мы никаких советов не даём. Да, мы не врачи, но поскольку всё-таки мы живём... Но есть интернет. Мы живём там в средней полосе, да, и всё-таки считается, что у нас мало солнца, и вот уровень витамина Д для женщины, тем более если мы ведём такой офисный образ жизни напряжённый, очень важно за ним следить. Если действительно он падает ниже границы нормы, то нужно это корректировать. Опять же, те, кто ест мало мяса, да, то есть это тоже может отражаться на определённых показателях уровня железа, да, то есть нужно тоже за этим следить. Любая диета, она будет приводить к каким-то смещениям. То есть, например... Но ты своё питание называешь диетой. Диета для меня — это не что-то плохое и сложное. Сказать слово «диета слышит», он мне сразу в дрожь бросает. Диета — это, наверное, просто какой-то... Посадить кого-то на диету, это, мне кажется, очень стресс для организма. Диета — это какой-то режим, режим питания. Это не... Ну, режим питания просто, да. Сколько раз в день ты кушаешь? Немного, то есть у меня получается либо два, чаще всего два, либо... Это не мало два? Но три редко, два чаще всего. По-разному, то есть поскольку у меня каждое утро, каждое утро спорт рано, то есть я занимаюсь спортом до еды. Здесь я подстраиваюсь под свой организм, мне так комфортно. А после спорта сразу, опять же, я не употребляю пищу, то есть проходит время, поэтому у меня первый приём пищи в районе обеда где-то 12 часов, ну и потом уже ближе к вечеру после напряжённого рабочего дня, но сильно далеко, конечно, до сна ещё. То есть у меня, получается, такие два приёма пищи. И сегодня у тебя компания «Третье мнение». Это тоже компания в области медицины. Это IT, это искусственный интеллект. Расскажи об этом поподробнее. Что за искусственный интеллект? И почему «Третье мнение»? Почему не «Первое мнение»? Здесь название нужно, конечно, пояснить. Оно сейчас может звучать даже отдельно от нашей компании, хотя это наш зарегистрированный бренд. «Третье мнение» – это какой-то совет. Почему действительно в медицине это не первое и не второе? Потому что в медицине принято советоваться с коллегами. Поэтому есть мнение одного врача – это первое мнение, если мы говорим о диагностике. Есть мнение врача-коллеги – это второе мнение, и это принято, особенно по сложным каким-то случаям, по сложным заболеваниям. А третье мнение – это за пределами. То есть это такой цифровой помощник, цифровой консультант, цифровой консультант врача. Вообще искусственный интеллект здесь – это название технологии целой огромной технологической области. Но то, что сейчас делаем мы и вообще тысяча стартапов по всему миру – это конкретные задачи, которые технологии машинного обучения могут здесь и сейчас уже сделать доступными врачам. У них на самом деле достаточно ограничены возможности. Они расширяются, но они всё равно ограничены. Искусственный интеллект не заменяет врача. А вот в вашем случае, в вашей компании, что вы изобрели? В нашем случае это два таких продуктовых направления. В первом случае – это помощь врачам в диагностике. И мы с помощью технологии компьютерного зрения анализируем различные медицинские диагностические изображения на предмет найти, обнаружить патологию. Либо сделать это точнее, не пропустить её, либо сделать это быстрее, либо сделать это удобно, то есть обработать большой массив, найти наиболее вероятное отклонение от нормы и очень качественно это структурировать. Это одно направление. По-простому скажем. То есть есть рентгеновский снимок, врач на него смотрит глазами, смотрит, есть туберкулёз или нет туберкулёза. И тот же самый снимок, только в цифровом виде, если цифровый рентген или МРТ, компьютерное зрение, которое тоже эти патологии видит. Здесь нюанс. Во-первых, конечно, сейчас диагностические исследования в основном цифровые. То есть вот это вот, так сказать, просмотр исследований на плёнке – это уже такое вчерашний день ушло в прошлое. Сейчас мы имеем дело всё цифровое, всё архивируется, и, собственно, всё... В Москве, наверное, я не думаю, что во всей России все аппараты цифровые. Практически везде, даже там, где есть плёночные аппараты, уже стоят оцифровщики, которые эту плёнку переводят всё равно в цифровой формат, потому что всё-таки мы переходим на цифровое. То есть врач смотрит не на него так, как я просто, я видим, давно не оказывался, но у меня были проблемы, операции и так далее. Там вот врач смотрел так. В основном смотрит на мониторе. На мониторе. И на мониторе он должен своими глазами увидеть, может пропустить что-то, да, может не заметить, может устать. И есть как бы компьютерное зрение, которое анализирует этот снимок и, по сути, выполняет действие того же самого врача. Выявляет патологию или не выявляет? Если мы говорим про снимки, это конкретный врач. Конкретная специализация называется врач-рентгенолог. И здесь действительно правильно. То есть компьютерное зрение повторяет действия врача. То есть смотрит, анализирует то же самое, что видит врач. А что какие-то признаки, какие-то отклонения, которые могут свидетельствовать о каком-то патологическом процессе, о каком-то заболевании. То есть врач не видит сразу, туберкулез или какой-то онкологический процесс. Врач-рентгенолог на вот этом самом экране или вот на этой самой пленке видит конкретные признаки, которые могут свидетельствовать в совокупности с тем, что у этого пациента тот или иной диагноз. Компьютерное зрение здесь, по сути, дублирует. То есть делает то же самое. И для того, чтобы научить алгоритм видеть те же самые признаки, что видит опытный врач-рентгенолог, нужно много-много-много-много раз, как ребёнку, много-много раз показать, что есть что. Давай, Анна, один простой пример. Тем более ты со спортом связан. Очень часто бывают, например, переломы. И я тоже так с этим сталкивался. И два разных врача говорят, так, перелом есть, а второй говорит, нет, перелома нет. Вот ваш искусственный интеллект может определить, есть перелом или нет перелома? В суставе, например. Искусственный интеллект увидит изменения, например, в костной ткани или в мягких тканях. Здесь компьютерное зрение будет действовать, по сути, так же, как врач, но может увидеть компьютерное зрение, то есть алгоритм, может увидеть микроизменения. То есть в чём здесь отличие? В том, что, по сути, достаточно объективно работает. То есть если есть конкретная, например, трещина, которая визуализируется, которая может быть закрыта, ну, скажем так, на снимке, на изображении, может быть закрыта, могут быть помехи, могут быть какие-то артефакты, то есть брак на исследовании, такое тоже возможно. И врач глазами может просто не увидеть эту микротрещину или... То есть человеческий глаз может не увидеть? Может не увидеть. А ваш алгоритм может увидеть? Может быть более чувствительным. Здесь зависит от качества собственной работы, да, той команды, которая его создаёт, объёмы данных. А какие патологии? Вот какой-то набор патологий есть? Или вы все патологии можете увидеть на снимках? Очень хороший вопрос, потому что... На текущий день? На текущий день, вот так вот, если всё суммировать, наверное, будет около ста патологических изменений. Ну, сегодня это, наверное, после того, что происходило последние два года. Это то, что связано с лёгкими, это признаки пневмонии, это признаки онкологического процесса, в том числе рака лёгкого, это пост-ковид изменения в лёгких. И если нас слушает аудитория, если у кого-то был большой процент поражения легочной ткани в процессе, так сказать, COVID-19, заболевания, если кто-то был госпитализирован, то плохая новость заключается в том, что часто это поражение просто так не исчезает бесследно, а может перерождаться в какой-то другой патологический процесс. Поэтому сейчас и пневмония, и онкологические очаги в лёгком, и пост-ковид изменения в лёгком, наверное, это такой топ. Помимо этого, то, что связано с раком молочной железы, то есть определение признаков онкологического процесса при маммографии, то есть это для женского населения очень важно и критично проходить маммографический скрининг. Вот это топ. И, наверное, это основное. Но и не сказала про рентген, про флюорографию. То есть вообще сейчас топ и самое востребованное это использовать интеллект искусственный там, где больше всего рутинного процесса. То есть там, где очень много, очень много пациентов, у которых, по сути, нет никаких жалоб, нет никаких жалоб, нет никаких симптомов. Те, которые проходят это исследование, типа диспансеризация, что ли? Да, выполняют эти снимки в диспансеризации, какие-то пропускные. Их на эти снимки никто не смотрит даже, врачи? Конечно, смотрят по протоколу, обязанные, некоторые должны смотреть дважды. Ну, смотрят, может, не так внимательно могут смотреть, да? Ты это имеешь в виду? Во-первых, да, потому что сам процесс подразумевает, то есть всё-таки врач со своим естественным интеллектом понимает, что человек ничем не болен, он хорошо выглядит, он, ну, так сказать... Чуть-чуть отглядывается этот экран, он посмотрел, вроде дырки нет в лёгких. Всё хорошо, ни на что не жалуются. И типа вперёд. А хотя, может быть, какая-то начальная стадия патологии может быть, да, где-то? Для этого и существует как раз диспансеризация, для того, чтобы увидеть изменения на самой ранней стадии и не допустить развития этого патологического процесса. Потому что если вот на этом исследовании диспансеризации уже виден патологический процесс, то, скорее всего, где-то на предыдущем исследовании вероятность высока, что он был пропущен на более ранней стадии. Поэтому сейчас востребованность в диспансеризации, наверное, самая высокая. И я могу объяснить, почему. Потому что как раз врачи ожидают от искусственного интеллекта широкого покрытия патологий. Самого широкого из возможных. И я уверена, что технология обязательно к этому придет. Сегодня у нас восемь готовых продуктов. Восемь сервисов, которые уже работают. И мы анализируем МРТ, КТ, маммографии, рентген и так далее. Мы движемся дальше, мы анализируем снимки крови, костного мозга для диагностики ликоза, то есть рака крови, и снимки глазного дна для того, чтобы осложнение по диабету отслеживать, там диабетическую ретинопатию. И развиваемся дальше, дальше, дальше. Но ожидания врачей по сути таковы, чтобы искусственный интеллект помимо вот этой сортировки на норму и патологию еще мог быть таким надежным, вот таким, который за спиной стоит, такой за спиной стоит, цифровой помощник, и точно ничего не пропустит. Поэтому, если сегодня мы говорим, что мы даже сто патологий видим, да, и можем врачу помочь, с одной стороны, это хорошо, это может быть гораздо больше, чем есть у кого-либо другого, но врач хочет еще больше, то есть врач хочет от алгоритма, чтобы мы покрывали, ну, скажем так, 80%, да, и тогда, я думаю, что уровень доверия вот этим цифровым помощником, он уже будет на таком уровне, что это будет тотально, тотальная технология внедряться везде, она будет воспринята позитивно медиками, вот, я имею в виду тотально, то есть повсеместно, то есть станет нашей вообще ежедневной рутиной. Ну, звучит очень впечатляюще, а в каких клиниках это работает сейчас? Я думаю, что здесь вопрос даже про регионы, то есть есть регионы, в которых централизованно вообще внедряется искусственный интеллект, например, в Москве, и там есть система, к которым сервисы искусственного интеллекта подключаются централизованно, и мы не всегда даже знаем название медицинских организаций, которые используют наш продукт, потому что мы знаем, что все организации в Москве, например, которые в первичном звене, то есть поликлиники, так называемые наши поликлиники, подключены к единой системе, и все используют сервисы искусственного интеллекта. То есть все оборудование, рентгены, МРТ, Москвы, в поликлиниках, все снимки проходят через ваш искусственный интеллект? Через целый набор сервисов, более 20 компаний, которые, кто-то предлагает один сервис, кто-то предлагает другой сервис. То есть вы не единственные, получается, на рынке, да, то есть есть компании-конкуренты? На рынке есть конкуренция, и это хорошо, это драйвер, это подтверждает востребованность технологии, это подтверждает, что, несмотря на то, что мы являемся действительно инновационной компанией и вообще делаем инновационный продукт, несмотря на это, вот такое количество компаний движется в этом направлении. Но у нас есть примеры, где мы работаем с отдельной медицинской организацией или с сетевыми частными клиниками. Названия можешь их привести? Мы работаем с крупнейшей частной сетью по выручке на стране, там работают наши сервисы. Это АФК-система, да, акционеры? Да, мы работаем также и в режиме подключения к центральному вот этому архиву. Где-то как-то, да, это похоже перекликается с тем, что делается в Москве в государственной системе здравоохранения, но у МИДСИ, как у частной сети, другие цели, другие задачи и нам для того, чтобы доказать вот свое право на работу со всеми исследованиями, нам нужно было в том числе экономически подтвердить, что это действительно интересно, это действительно нужно. Мы, наверное, были первой компанией, которая в такой крупной сети это внедрила, доказав экономическую целесообразность этого процесса. А как это считается? Ну, то есть, как понять экономическую целесообразность? На что мы можем повлиять? Мы можем повлиять на скорость обработки, мы можем повлиять на снижение количества каких-то ошибок и там мисс диагностики и пропусков каких-то серьезных патологий, и мы можем повлиять, то есть, на какие вещи? То есть, на снижение, получается, костов, то есть, себестоимости, на рост пропускной способности какого-то юнита, бизнес-юнита, например, какого-то диагностического центра, какой-то клиники. То есть, мы работаем уже со всеми клиниками, поэтому мы видим, что за счет применения этой технологии, там, где сегодня пропускную способность, то есть, можно увеличить, принять больше пациентов, вот конкретно в этом кабинете, недозагруженное оборудование, есть свободные врачи. Собственно, за счет вот этой вот умной сортировки мы можем снижать себестоимость, мы можем увеличивать, получается, количество пациентов, которые получают услугу там, где есть свободный ресурс. Я думаю, количество врачей можете сократить, то есть, ваш искусственный интеллект заменяет врача, и штатное расписание врачей уменьшается, и тем самым экономическая эффективность появляется. С таким дефицитом врачей, который сейчас есть и в государственной системе, и в частной, такой вопрос даже не стоит о том, чтобы сократить число врачей. У нас сейчас дефицит зарегистрирован 25 тысяч врачей по стране. Это зарегистрирован дефицит специалистов, которых не хватает. Или вообще в целом? Вообще в целом врачей. Задача стоит не заменить кого-то, а сделать процесс более эффективным. Например, если мы говорим о том, что по рентгенограммам, вот этим флюорограммам, в рамках диспансеризации делается, выполняется около 100 миллионов исследований ежегодно. 100 миллионов. Из которых более 90%, более 90% это абсолютно здоровые люди. Может, не надо ничего им делать? Тогда мы пропустим, пропустим. Скрининг нужен, да? Скрининг обязательно нужен, но вопрос в том, как сделать эту систему более эффективной. Если сегодня искусственный интеллект уже дошел как раз до этого уровня, чтобы на массовом скрининге не пропустить патологию, вот как раз этот процесс, вот эти 90%, вот эти 90%, можно ему поручить. И уже такая мировая практика есть. То есть ты хочешь сказать, что в этих 90% может быть потенциально энное количество людей, которые патологии есть, но просто ее пропустили? Во-первых, несколько факторов. Когда весь этот огромнейший поток сваливается на врачей, то есть на врачей-рентгенологов возникает перегрузка, возникает вот эта самая рутинность, которая приводит к невнимательности, просто к человеческой невнимательности. А здесь получается алгоритм, он эту вероятность снижает, он не делает вероятность ошибки, не делает вероятность ошибки. То есть он устать не может, заболеть не может. Но он не устает, у него абсолютно ровно. У него всегда хорошее настроение. Абсолютно ровная вероятность ошибки. Что интересно, что хочу нашей аудитории сказать, что чем отличается вот это компьютерное зрение от врачебного. Компьютерное зрение, вот эти алгоритмы искусственного интеллекта, они говорят, прям пишут, насколько конкретно процентов он, то есть алгоритм, уверен, что он обнаружил ту или иную патологию. Это приводит к тому, что если мы весь этот рутинный процесс все-таки смещаем в сторону IT-составляющей, то есть вот этого компьютерного зрения, то врач ни в коем случае мы его не исключаем, но мы его перенаправляем. То есть он может больше внимания посвятить, уделить вот тем оставшимся процентам, где обнаружен патологический процесс. А на где, кроме Москвы, еще это работает? Сейчас уже регионов много и, наверное, такие передовые это и Челябинская у нас область у нас работает, например, в Чувашии, то есть это могут быть передовые по IT-регионам, могут быть регионы, казалось бы, менее передовые, но более проактивные с точки зрения внедрения вот этих цифровых инноваций в здравоохранение. Мы начинаем работать и здесь, в Казани, и несколько больниц тестируют наше решение. Тот наш опыт, который у нас сейчас есть, это инфекционные больницы, то есть те, которые были переоборудованы и, собственно, переоснащены как ковид-центры. То есть это был драйвер, который случился у всех компаний два года назад, и благодаря этому у нас появилась возможность в том числе и начать работать в Татарстане, когда нагрузка в пять раз возросла на всех врачей-рентгенологов и нужно было начать с того, что востребовано здесь и сейчас. Вот тебя слушаешь, да, я прям очень внимательно слушаю, можно заслушаться. Почему тебе не прийти к министру здравоохранения России, сказать, давайте мы эту штуку поставим на все аппараты, во все субъекты Российской Федерации. Поможем врачам, поможем там, где врачей нет, врачебные ошибки уменьшим и так далее, и так далее. Что мешает? Ничего не мешает, и прихожу, и говорю, и не только к министру здравоохранения, но на всех площадках выступаю, и хорошая новость в том, что слышат, и собираются внедрять. Тогда это появится. Такая программа есть, то есть для того, чтобы внедрить везде. Да, везде. Прямо на государственном уровне все сделается. Так, именно такое видение, оно есть у государства, потому что именно это видение, именно такой сценарий внедрения, то есть повсеместный, он и даст те эффекты, о которых мы как разработчик заявляем. То есть вот эта вот самая маршрутизация, избавление врачей от рутины, повышение качества скорости диагностики, возможно, только тогда, когда ты работаешь на больших числах. То есть по сути, когда ты подключил к системе там все первичное звено, все поликлиники. Как это сделать? Вопрос. Подключены ли сейчас все эти поликлиники во всех российских регионах к некоторой там единой системе? Передача данных, да, имеешь в виду? Данные должны быть централизованы. Конечно, если каждая медицинская организация работает автономно, то возникает ряд сложностей и по хранению данных, и по передаче данных. И самое главное, мы как пациенты, мы же перемещаемся, мы сегодня в Казани, завтра мы в Москве, послезавтра мы поехали в Екатеринбург. Вообще хотелось бы, вообще хотелось бы, чтобы наша медицинская информация, она была доступна. вот эта масштабность внедрения, она зависит от этого процесса. Это для нас база. Без этого делать технологию массово доступной очень-очень сложно. Для того, чтобы не стоять на месте, для того, чтобы продвигать технологию, для того, чтобы расти, развиваться и быть лучшими. Вот мы сейчас растем, стараемся со скоростью три раза каждый год. То есть для того, чтобы сохранять такие темпы, мы не ждем, пока случится вот это всеобщее подключение к единой системе. А мы это делаем в каждой отдельной больнице, в каждом отдельном регионе, в каждом городе. Если есть возможность централизации, это замечательно, это существенно повышает эффективность. Мы получаем реальное подтверждение полезности технологии. и технология становится драйвером на самом деле, стимулом цифровизации базовой в регионе. А как реально врачи на это реагируют? Ты с ними общалась? Как они все это воспринимают? Постоянно этим занимаюсь. Каждый человек думает, что он добросовестно работу свою делает. И врач не специально ошибается. И вдруг ему говорят, слушай, ну вот мы знаем, что ты ошибаешься. Мы тебе дадим такую волшебную пилюлю или волшебное программное обеспечение. И кому-то врача мы ставим в положение, где он должен испытывать чувство вины в каком-то смысле. Что мы его контролируем, мы ему не доверяем. Вот как врачи на это все реагируют? Первая реакция два года назад, которая была, первая реакция была очень прохладная и с такой дистанцией, и с недоверием. И действительно, вот ощущение, что нас будут контролировать, нам не доверяют, нас хотят перепроверить. И вот такое отторжение. Когда цифровые помощники доказали, что они могут помочь врачу в его ежедневной работе, произошел просто такой разворот. Разворот на 180 градусов, когда врачи говорят, дайте нам эту помощь. Конкретно, что вы можете? Мне нужно видеть очаги онкологические вот такого размера, потому что для нас это сложно. вот этого размера мы можем видеть нам хорошо, нам помощь не нужна. Но вот с такими очагами, а тем более на фоне, например, пневмонии, когда высокий там объем поражения и плохо видны эти изменения, нам нужна помощь. Вы это умеете? То есть мы сейчас, у нас вообще диалог поменялся кардинальным образом. Это вслед оптимизм. Нам говорят, по сути, показывают на те точки, где нужна помощь. Мне кажется, что это такое начало, это действительно начало совместной работы, очень хорошее. Мы за последние три месяца провели опрос 450 врачей по нашей такой анкете, которая связана с тем, какие продуктовые, так сказать, функции нужны, не нужны, хорошие, плохие там в нашем продукте. Вот 450. То есть это такие для нас, наверное, масштабы, которые позволяют уже делать какие-то выводы и вести этот диалог продуктивно. Удовольствие недешевое, наверное. Сколько это все стоит? Чем масштабнее становится вот эта технология и ее внедрение, тем дешевле это стоит. Ну, примерно. И у нас сейчас, да, был недавно такой расчет, где мы пришли к цифрам. Сейчас есть расценки, например, которые могут себе позволить большие и крупные города, такие как Москва, это официальные расценки, и это около 50 рублей за расшифровку искусственного интеллекта, например, рентгена, грудной клетки 50 рублей. За один снимок, да? За один снимок. То есть, если больница захочет купить вашу технологию для того, чтобы она могла использовать, она за каждый снимок будет платить условно 50 рублей. Ну, это вот такие расценки, которые сегодня есть в Москве. КТ около 147 рублей сегодня. Те цифры, о которых я сейчас сказала, это сопоставимы с теми тарифами, которые есть. Не на всю услугу, а только на ту часть, которая касается описания врачом этого исследования. И здесь можно спросить, и наша аудитория может подумать, но, наверное, технология должна быть дешевле. Это же цифровая технология, она должна дешевле стоить, чем человеческое выполнение этого описания. Я здесь соглашусь, и к этому нужно обязательно двигаться. И, конечно, это не должно быть дороже, но это может быть сопоставимо. Потому что, помимо того, что эта задача выполняется, эта услуга с применением цифровой инновации выполняется, она не просто фактически выполняется, она выполняется где-то быстрее, она где-то выполняется более технологично, а самое главное, она может реально закрыть для здравоохранения какой-то дефицит ресурсов в моменте. Как ты можешь сравнить медицину Москвы и медицины Татарстана? Ты и там работаешь в клиниках, и здесь работаешь, я так понимаю. Хотелось бы больше централизации. То есть в Татарстане сегодня процесс централизации и объединения медицинских организаций в цифровой контур идёт. И идёт очень прогрессивно, активно, но хотелось бы здесь более быстрых результатов. Потому что без этого на какой-то новый уровень вывести медицинскую помощь для населения Татарстана достаточно сложно, потому что много удалённых территорий. Скажем так, не всегда например, диагностическое оборудование загружено равномерно. При централизованном таком подходе, при объединении всей этой информации, данных, при аналитике этих данных как раз можно прийти к тому уровню, который есть в Москве. Мне кажется, что здесь осталось совсем чуть-чуть. Я правильно понимаю, что твоя технология позволяет, если, допустим, нет врача-рентгенолога в Буинской больнице или в больнице Кукмара, при этом аппарат там есть, исследования проводить, а врачи, находясь в Казани, удалённо получаете снимки, расшифровывая их, искусственный интеллект позволяет ещё выявлять алгоритмы, и результат пациент получит, он даже не поймёт, что там на месте врача и не было. Да, я поясню. То есть, действительно, технология это позволяет, но она позволяет почему? Потому что она работает на трёх уровнях. На первом уровне алгоритм, действительно, там, где не хватает специалиста, он, алгоритм, забрал исследование, он его обработал первично, увидел, есть или нет отклонения от нормы. То есть, это первый уровень, сортировка базовая, хорошее и плохое. То, что хорошее, может уйти в длинную очередь и подождать. Если обнаружили что-то плохое или, как у нас в медицине говорят, ургентное, то есть срочное, то, что требует немедленной какой-то реакции. У нас есть сегодня у алгоритмов такая способность видеть именно ургентное и срочное состояние, которое в том числе вплоть до рекомендации на срочную госпитализацию. Такое тоже есть, если такая договорённость есть с нашим заказчиком. После этого алгоритм позволяет и вообще эти сервисы позволяют настроить такую умную маршрутизацию. И если мы увидели вот ту самую вероятность того или иного отклонения, мы можем увидеть свободного врача, то есть мы должны это видеть как такая умная платформа свободного врача, который здесь и сейчас специализирует. А теперь реально может в другом месте находиться, да? Абсолютно. Абсолютно неважно, где он находится, потому что у нас единая база, единый доступ. Что, наверное, здесь является суперпрорывным? То, что алгоритм показывает, какое отклонение и с какой вероятностью. И это позволяет вот этому самому маршрутизатору, да, направить туда, где есть свободное окно, да, и где есть та специализация, которая наиболее вероятно нужна. То есть это получается два в одном. То есть мы закрываем это окно и по времени, и мы еще и специализацию повышаем. С искусственным интеллектом, когда мы сортируем, у нас есть возможность что-то, так сказать, дать молодому, талантливому и перспективному, а что-то отправить тем, кто, так сказать, каждый день сталкивается с этими случаями. Это принципиально меняет качество диагностики, а на самом деле всего лишь нужен вот этот маршрутизатор посередине, цифровой. Звучит очень интересно. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомилась с Германом Оскаричем Грефом? Я так понимаю, компания Сбер является еще акционером вашей компании, да? Сбер был нашим акционером примерно полгода, и мы чуть больше были партнерами, сейчас уже наши текущие акционеры МИДСИ выкупили вот эту долю Сбера. А познакомились мы, это был, наверное, 18-й год, 18-й год, на рубеже 18-го, 19-го года, когда наша компания, третье мнение, мы поступили в акселератор совместный Сбербанка, тогда еще это было до переименования, и американского крупнейшего акселератора, который называется 500 стартапов, 500 стартапов. Это крупнейший, считается, что он входит в тройку лучших акселераторов мира, и тогда Сбербанк, они большие молодцы, они привезли всю команду в Москву к себе в офис этого американского акселератора и сделали вот такую совместную программу. Мы прошли отбор, было 1200 компаний, которые подали заявку на этот акселератор, где-то 18-й год приблизительно, я помню, что в 19-м мы выпускались, 1200 компаний, мы вошли в 30, это те, кто прошел по каким-то анкетным данным, каким-то интересным продукт, работающий продукт и прочее. Ну и потом учились, и в рамках этого обучения познакомились с Германом Московичем Грефом, который приезжал к нам, в том числе проводил занятия с нами лично и отвечал на все наши вопросы. И, конечно, это было для меня таким тоже серьезным событием. И для меня, конечно, Герман Греф это один из таких важных людей, который в какой-то момент очень сильно вдохновляет, в какой-то момент дает тебе такого магического пинка, в какой-то момент сильно тебя стрессует. Например, я помню, на встрече, на первой или на второй нашей, я подняла руку, чтобы задать вопрос о том, как нам конкурировать стартапом с теми подразделениями Сбербанка, которые существуют и делают аналогичные с нами продукты. Вот такой был у меня вопрос. Достаточно смелый. Провокационный. Достаточно провокационный. У них тоже есть подразделения, которые занимаются искусственным интеллектом, медицине. Ты это имел в виду? Да, на тот момент сейчас это Сберздоровье, это большая часть направления деятельности Большого Сбера. И что он ответил? Он ответил так остренько, но смысл ответа заключался в том, что конкуренция конкуренция это вот исключительно то, что может помочь Сберу или любому другому инвестору, стратегическому партнеру вообще определиться. Он хочет инвестировать в компанию, он хочет поставить на этих людей, либо он хочет условно говоря развивать что-то внутри и не инвестировать в сторонние команды. И мой вопрос был такой, а как же нам это делать, а как же нам конкурировать? Ведь мы же стартап, а вы же вот такой гигантский просто, гигантских размеров банк. На что был ответ, что будьте устойчивы, стабильны сами по себе, а сейчас мы вам даем аванс. То есть мы в вас верим, вы молодые, у нас на тот момент, я не знаю, когда мы пришли, у нас там, наверное, было 15 человек в команде. То есть неплохо, но очень небольшая команда, если сравнивать с огромным Сбером. и научитесь плавать, делайте это хорошо, уверенно. А акселератор, это бесплатно был для вас? Не то, что бесплатно, а мы по итогам получили инвестиции от Сбера. В каком объеме? Первая, первичная инвестиция была 5 миллионов рублей, и ее получали не все, а ее получили там компании, которые там чего-то достигли и прочее, и получили вот эту инвестицию. Это хороший и работающий инструмент, это инструмент конвертированного займа. То есть мы получили эти деньги еще до того, как Сбер стал нашим акционером. Это активно используется в западном мире этот инструмент, когда еще у компании нет оценки, непонятно, на чем строить эту оценку, компания еще не имеет выручки, и непонятно, по какой оценке принимать эти деньги себе в капитал, и, собственно, за что принимать эти деньги, на каких условиях. Поэтому конвертируемый займ. И что происходит с ним дальше при следующем инвестиционном раунде, когда уже есть выручка, есть оценка, есть инвестор, который готов по этой оценке инвестировать в компанию, тогда вот эти все займы, которые компания до этого, например, набрала на самых ранних своих этапах, они конвертируются по этим оценкам, превращаются в доли. Вот у нас так и произошло со Сбером. То есть мы взяли эти деньги сразу, мы подождали какое-то время, наверное, год. А, вот ровно год, наверное. И у нас уже пришел следующий инвестор, и как раз конвертировались. И полгода были в статусе нашего прям полноправного акционера. Но за этот период как раз вот эта конкуренция, этот фактор, он серьезно так уже начал проявляться. Мешать, да? Стал мешать, потому что для нас было важно свою стратегию все-таки держать при себе, внутри себя, с ней расти. И понятно, что присутствие в капитале подразумевает достаточно серьезную степень открытости, и поэтому принято такое было решение. Но мы остаемся в очень хороших отношениях, и с точки зрения вот такой поддержки, с точки зрения такого, такой веры в нас, мы по-прежнему получаем это со стороны Сбера. Несмотря на то, что где-то в каких-то местах, в каких-то рынках являемся конкурентами. Вот акселерационная программа, ты помнишь, Мира, до и после? Что конкретно эта программа дала тебе или вашему бизнесу? Для нас это вообще был вау-эффект, потому что это было круто, это нужная вещь. Это было очень круто, и здесь, конечно, нельзя бросаться, так сказать, и прыгать в каждый акселератор, который только, так сказать, рекламируется и приглашает стартап к себе. То есть, конечно, нужно вопрос изучать. Что касается того, что конкретно мы получили, ну, по сути, по сути, нам действительно объяснили, что такое вот этот стартап-майнсет. Приехали люди, они все приехали, все менторы этого акселератора международного, они все приехали в Москву, и они здесь жили все эти месяцы, и они работали с нами каждый день, и, по сути, они нам передавали свой кусочек майнсета, то есть, понимание, что такое быстрый рост, что такое быстрый захват рынка, что такое дизрап, то есть, что такое подрывные технологии, что такое продать технологию на рынок, которого там нет, что такое привлечение инвестиций. Нам как раз пояснили, что такое вообще глобальная конкуренция, и как с этим работать, и как вообще, так сказать, стремиться к своей глобальной конкурентоспособности, и что конкретно ты должен делать для того, чтобы быть в глобальном смысле, ну, в интернациональном, конкурентоспособным, что конкретно ты должен делать. А это акселератором работает сейчас или его закрыли они? Ну, сейчас конкретно сложно, да, с этими партнерами, с этими партнерами. Мы-то вообще туда ездили, мы выезжали, и мы часть программы проходили непосредственно. В Кремену Долину ездили, да? Да, непосредственно в Сан-Франциска. Какое у тебя впечатление, не захотелось там остаться жить, делать там международный бизнес? Несколько компаний остались. Почему? Наверное, потому что они могли это сделать, они могли это сделать, это было целесообразно. Я думаю, что в нашем случае, если это было бы целесообразно, можно было бы об этом говорить. Они были, наверное, где-то к этому готовы, то есть им не нужна была более высокая зрелость того продукта, с которым они приехали. Мы приехали, ну то есть это было, получается, три года назад. Но есть же тезис о том, что нужно, если ты делаешь глобальную компанию, то надо ее делать в глобальном смысле, да? И Кремену Долина является такой как бы платформой для всех. Мысли возникают прежде всего, потому что мы все-таки должны смотреть по сторонам, и мы это делаем, и мы видим, как быстро растут наши иностранные конкуренты. Наверное, вот этот драйвер, вот этот драйвер, вот этот, можно даже сказать, триггер, то, что меня не может, так сказать, не обращать внимания. Тогда мы были просто на очень ранней стадии, то есть для того, чтобы выходить на этот рынок. Не тогда, а сейчас, например. Если тебе сейчас предложат, скажут, Анна, приезжай, мы сейчас 100 миллионов долларов в тебя будем инвестировать. я думаю, я думаю, что здесь это очень-очень теоретическая возможность. Нет, капиталисты говорят, мы готовы тебе дать деньги, и ты будешь в нашей стране. Конечно, твоя компания была в нашей стране. Он хочет, чтобы разработка была там, чтобы разработчики тоже там были. Я думаю, что можно создать условия, при которых это интересно. Но для меня, мне кажется, интересно строить международную компанию, интересно строить международную компанию, так, чтобы учитывались все интересы. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сегодня у нас в стране созданы все условия для того, чтобы разработкой, производством продукта было здесь выгодно заниматься. Тоже член партии «Единая Россия». Для этого создаются все условия. Поэтому, если вся команда берет и переезжает куда-то, вопрос, насколько это выгодно собственному инвестору, и насколько он готов настаивать, и, скажем так, не готов оставить разработку, производство. Мы это называем даже R&D, то есть отдел такой, неокра, в IT, в смысле этого слова. Например, в России. Но то, что мы сейчас видим, у нас один конкурент из Израиля, я могу об этом сказать, потому что информация публичная. Конкурент из Израиля, компания привлекла огромный совершенно инвестиционный раунд. Не в Силиконовой долине, а в Израиле. Но компания глобальная. То есть компания глобальная, номер клиентов, ну, может быть, не по всему миру, но в большинстве стран. Ну, хорошо, в Израиле тебя позовут. Нужно искать, нужно искать варианты, нужно искать варианты, действительно, привлечения крупных, крупных инвесторов. В России их можно найти? Я их ищу сегодня активно в России. Эти варианты есть, но, скорее всего, нужно искать варианты комбинирования, комбинирования, привлечения инвестиций в России, за пределами России, так, чтобы это были рабочие конструкции в сегодняшних реалиях. Это важно, потому что без этого говорить о, говорить именно о мировой конкурентоспособности достаточно сложно. Вот, поэтому вот эти конструкции, сегодня их искать стало сложнее. То есть, когда как раз мы ездили в акселератор в Силиконовой долине, всё-таки жизнь была другой. Она была проще, и можно было гораздо проще присутствовать в одной стране, в другой стране, там, делить бизнес, делить команду. И я видела большое количество компаний известных, которые жили в режиме месяц-месяц, месяц-месяц, два месяца. А что изменилось? Правила, правила игры, регламенты, как говорят в Америке, темплейты, то есть шаблоны, по которым принимаются подобного рода решения. То есть, сегодня, вот за последние три-четыре месяца, эти шаблоны выглядят более прямолинейно. То есть, гораздо больше, так сказать, чёрного и белого, и гораздо меньше полутонов. А вот три года назад, когда мы встречались в акселераторе, там, каждый день встречи с потенциальными инвесторами, это одна из частей программы, когда мы встречались с инвесторами, вопрос о том, будешь ли ты переезжать завтра, его вообще не звучало. Его не звучало. Звучали вопросы, какая технология, сколько больниц у вас есть, и готовы ли вы там, скажем так, провести эти пилотные внедрения в других странах. Вот эти вопросы все были, но сегодня вопросы, конечно, обострились, и вот эти полутона, их практически не осталось, их очень мало, их сложно найти. Но я все-таки не то, что оптимист, а реалист. Я считаю, что найти, найти эти конструкции сложно, но можно, при которых вот те возможности, которые, которые есть у нас на том рынке, на котором мы сейчас присутствуем и работаем, и международные возможности, и по развитию бизнеса, и по привлечению инвестиций, собственно, можно использовать одновременно. Анна, ты генеральный директор компании. Да, я генеральный директор. Сталкиваешь ли ты с сексизмом в своей работе, взаимодействии, в общении, вообще в целом? Десять лет назад, ведь я же давно уже, да, в бизнесе, и в мужском бизнесе, в IT-бизнесе. Десять лет назад, пятнадцать лет назад, когда я там только начинала, ну, конечно, сложнее, гораздо больше вопросов, гораздо больше вопросов, и вот этой вот неуверенности, что это действительно профессиональные какие-то достижения, это профессиональное соответствие занимаемой должности. Этих вопросов в начале карьеры у любой женщины, наверное, их достаточно больше, чем у мужчин в начале карьеры. Сейчас, например, для меня, я не говорю, что какой-то пик, но уже определенный карьерный путь он пройден, сейчас где-то компания, результаты компании, где-то собственные какие-то достижения карьерные, они уже все-таки есть, они объективны, поэтому совет здесь, чтобы быстрее с этим справиться, побороться, все-таки на этом фокусироваться, фокусироваться на объективности. Здесь опять спорт мне в этом плане очень сильно помог. В любом таком, скажем так, соревновательном движении, а бизнес это в том числе тоже соревновательное движение, нужно побольше объективности. Желательно, если это какая-то конкурентная среда, я работаю в конкурентной среде, я как предприниматель, у меня есть конкурент, у меня нет монополии, и в этой конкурентной среде для того, чтобы иметь положительную репутацию, определенный авторитет, нужно быть объективно, нужно объективно этому соответствовать, а в спорт, спорт учит. Для того, чтобы избежать какого-то субъективного судейства, Ну, это всегда бывает, всегда бывает. Нужно быть что? Нужно быть на голову выше. То есть на самом деле здесь ответ такой, что если мы в нашей конкурентной среде, пусть она будет абсолютно мужская, и нас воспринимают несерьёзно, но если мы в этой конкурентной среде объективно, объективно, окей, не то чтобы лучше, но объективно достойны, то есть и с точки зрения результатов и так далее, профессиональная среда, пусть даже самая мужская, будет это акцептовывать и акцептует. То есть я, наверное, другого пути здесь не вижу. Только объективность и соответствие вот этим вот критериям. На первом лице всегда большая ответственность лежит. Вот с накопившейся усталостью или стрессом как ты справляешься? Спорт. А что именно конкретно? Сегодня бегала и плавала. Уже делала и то, и другое с утра. То, что доступно. Где в Казани бегала? Прямо в отеле. А, имеешь в виду фитнес-центре? Да, прямо непосредственно в фитнес-центре. Очень хороший, очень удобный. И, конечно, всегда в командировках всегда с собой всё это беру. Всегда беру с собой кроссовки. Без кроссовок желательно из дома не выходить, потому что вот этот момент физической подзарядки, он, конечно, очень сильно спасает. И первое, что советую делать со стрессом, это выбежать из стресса. То есть это мой, наверное, я не знаю, кто употребляет этот термин, я его употребляю. Когда ты чувствуешь какой-то стресс, какое-то неконструктивное вот такое тревожное состояние, я из него выбегаю. То есть, наверное, если говорить обо мне, мне достаточно минут 10-15, ну, такого бега в нормальном темпе, чтобы просто из этой ситуации выбежать. Ты из неё выбегаешь, и ты уже вот, ну, по сути, в ней не находишься, и ты дальше начинаешь уже, так сказать, конструктивное наследие. То есть весь адреналин, кортизол, он переработает, да? Да, да. Выбежать. Я вот называю выбежать из него, потому что если ты в нём долго находишься, даже ты, предположим, ну, кто-то, может быть, через другие техники, да, может это преодолеть. Вот я вот больше через такой активный спорт, нежели там через какие-то практики йоги или медитации. Вот. Но, наверное, здесь каждый смотрит то, что умеет, то, что ему подходит. Надо подобрать к себе ключ, механизм, но самое главное, долго в этом не находиться. Потому что когда… Правильный вопрос, да? То есть когда ты первое лицо, когда ты генеральный директор, когда от твоего решения зависят и процессы, и много людей, по сути, да, ты должен находиться в своём рабочем состоянии. Конкурентные барьеры, рыночные барьеры, конечно, будет стресс, будут перегрузки. Тебе нужно в единицу времени просто сделать больше, чем ты можешь в режиме комфорта. Это нормально. То есть ты должен уметь это делать и потом уметь быстро восстановиться. Я иногда своим тоже коллегам, которые меня спрашивают, я привожу пример такого вот этого терминатора, который жидкий из жидкого металла. То есть я тоже перевожу такую картинку, что как тот терминатор, у которого кусочек откалывался, и он продолжал идти, он продолжал идти, даже пытался бежать, но он делал это как-то медленно, нелепо и неэффективно. До тех пор, пока он, собственно, не восстанавливал свою вот эту целостность. Поэтому мы можем, конечно, в этом стрессовом состоянии продолжать работать, но нам лучше сначала восстановить свою целостность, свой ресурс и потом двигаться дальше вперёд. Как с детьми время проводишь? С семьёй как? Время качественно стараюсь проводить. То есть не количеством брать, а всё-таки брать качеством. Для того, чтобы в этом графике всё-таки это успевать, приходится планировать заранее. То есть вот это время, свободное время с семьёй, оно не менее распланировано, чем мой бизнес-график. То есть нужно планировать недели, месяцы вперёд, где и когда что будет происходить. Ну, например, мы с дочерью ходим совместно на курсы по керамике. И у меня эти занятия, они стоят в моём графике, в моём календаре. Потому что там в силу определённой специфики это что-то, когда делаешь из глины, это же должно высохнуть, это потом в печку, это там проходит три недели, потом ты это расписываешь. И если ты пропустишь, условно говоря, этот таймлайн, эти даты, то непонятно, когда у тебя будет это готовое изделие. Поэтому я стараюсь вот это качественное время с семьёй, с детьми планировать, планировать заранее и не пропускать. Мне кажется, что здесь тоже один из таких, наверное, уже инсайтов, к которому я пришла. То, что это не отличается, наверное, от нашей какой-то бизнес-жизни. То есть если мы так же к этому относимся, так же ответственно, так же это планируем, так же продумываем, так же качественно, то на всё время найдётся. А время со второй половины как проводишь? Ну вот как провожу? По-разному. Вот завтра поедем, поедем за город, прилечу из Казани и поедем за город и два дня будем с друзьями на природе общаться, заниматься уже водными видами спорта. Активно. С супругом сколько вы уже женаты? 14, скоро 15 лет. Да. Ну, я, наверное, здесь не сторонник каких-то вот чисел, много это или мало, но, скажем, годом всё интереснее. У нас настолько разные сферы, в которых мы вообще находимся и работаем, и мы просто даже чисто физически не можем часто встречаться, потому что много работает на Дальнем Востоке и там связано с полезными ископаемыми, и это совершенно другая среда, совершенно, так сказать, другой мир, и это делает общение очень качественным, очень интересным, очень глубоким. то есть тот мир, который, да, есть у меня со стороны IT, со стороны медицины, и тот мир, который есть с точки зрения там полезных ископаемых. Добычи алмазов. Да, практически. Это такие интересные, глубокие, да, с точки зрения контента, наполнения миры, такие интересные профессиональные люди, там, в его случае, это геологи, например, которые занимаются геологоразведкой, исследуют недры, перспективы тех или иных месторождений. Это интересно. То есть мне кажется, что здесь важно не то, чтобы интересы были одинаковые, а то, чтобы они, в принципе, были, и чтобы вот этот интерес, любопытство друг к другу, чтобы оно не пропадало, и чтобы была готовность делиться. Это даже иногда интересно, да, какое-то вот… У меня иногда такое ощущение, что хочу вот какую-то интересную мысль или какую-то новую там рабочую, какой-то инсайт, или какую-то свою супер там новую идею как бы не расплескать, не расплескать, донести до дома, чтобы там, так сказать, со всем воодушевлением поделиться. Поэтому времени очень мало, то есть понятно, что это прям какие-то единичные часы в неделю. То есть это прям совсем мало времени. А такой вариант тебя устраивает, да, то, что вы в разных местах живете? Ну, мы не в разных местах, просто командировок очень много. Мы пересекаемся в Москве. В аэропорту. И такое бывает. Кстати, неплохой вариант. Супер. Анна, у нас есть по традиции конкурс. Ты должна была подготовить задание. Есть ли такое задание для наших подписчиков? Хочу обратиться к нашей аудитории, ко всем, кто нас сегодня слышит, слушает и смотрит. Все мы обращаемся к врачу и получаем медицинские услуги. И у меня сегодня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, где, в какой медицинской услуге, где, в каком месте вы готовы и хотели бы положиться на искусственный интеллект? Я уверена, что ваши ответы будут разнообразными. Где, может быть, вы считаете, что искусственный интеллект поможет вам получить более качественную медицинскую помощь? Отвечайте, как вы считаете. И я обязательно выберу несколько интересных ответов и подберу интересные оригинальные призы. Классно, кстати. Очень хороший вопрос. Я тоже, кстати, на нем подумаю, что можно было бы придумать. Анна, ты супер-вумен. Ты большая молодец. Отличница. Такая собранная, спортсменка. У тебя очень такой есть хороший, большой багаж знаний. Тебя многие знают. И в Татарстане, и в России. Я тебе хочу пожелать успехов. Я уверен, что такой цельный взгляд, цельный взгляд, это редко бывает, цельный взгляд на жизнь. Он только будет тебе помогать. И хотелось бы, чтобы действительно благодаря тебе миллионы и миллионы людей получали более качественную медицинскую помощь. Это очень важно в современных условиях. Все мы хотим быть здоровыми, чтобы у нас каких-то проблем не возникало. Поэтому я уверен, что ты занимаешься таким очень благим делом. и жду, чтобы твое решение или решение других, как ты говоришь, конкурентов, были во всех государственных клиниках России, не только частных клиниках. Спасибо. Будем обязательно к этому идти. Спасибо. Я даже не знаю. Как тебе наша студия? Очень здорово. Ну, как мне кажется. А почему здесь мой портрет? Интересно. Это мой портрет. Я еще здесь не была, портрет здесь уже есть. Это не только твой портрет, это твоя художественная гимнастика. А, это... Нет, здесь разные люди. Спасибо. 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 Спасибо.